Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Здорово, здорово, привет. Доброе. Привет, здорово, Андрей Иванович. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, стараемся. Привет, пацаны и девчонки. Решил... Что-то, короче, решил с вами попиздеть насчет батлов. Вот. Поделиться впечатлениями немножечко. Такая хуйня. Задавайте интересные вопросы, получите неинтересный ответ. Такая хуйня. Потому что очень много интересностей происходит. Вот. Так что, да, блядь, что-то у меня башка болит. Я уже несколько часов как собираюсь спать. И все, что-то никак не могу лечить. Тут одно, тут другое. Да хуйня уже спят, блядь. Остальные все разъехались. Они завтра с утра дому пиздят. Они уже спят, вроде. Вот. Такая хуйня. Какая ледь какая-то пиздец. Привет, Хабаровск. Здорово. У вас я так и думал, что мало сейчас будет. Поэтому. Как призрак коммунизма. Блядь. Короче, как сказать. Типа, надо пересмотреть на видео. Наверняка в тексте были прикольные моменты. Но, в целом, я сказал об этом на судействе. Ну, как-то. Подача, во-первых, подкачала. Во-вторых. Ну, типа, не надо через черта умно пытаться делать текст. Базар, рэпи. Это не всегда хорошо. Тем более, если это не разбавляется. Лучше панчи с последнего венда. Блядь. Ну, мне сразу несколько на ум приходит. Хуй знает. Вот. Какая хуйня. Привет, привет, привет. Хуйня, что-то у нас тут понабежало чуть больше. Вот. Так что так. Продавать за шквары. Это неправильно, чувак. Это типа, блядь, полноходя. Amazing Life присоединилась с какой-то бабой на лотарке. Наверняка, какой-то рекламной косметики, блядь. Сто пудово. Считаешь, справедливое замечание? Парадокс, а насчет заиканий. Каких нахуй заиканий? Я вообще не понял, о чем ты. Здравствуйте. 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 У меня нищий хайп, наверное, завтра будет. Ну, типа, я этих еще не выпроводил, блядь. Усан затащил, блядь. Просто охуели. Я, короче, на радость. Не дадут спиздеть те, кто были. Короче, блядь, когда, ну, типа, Россия выиграла, когда я Львока баттлил, как, с призраком. Баттл заканчивался, значит, ну, типа, раньше Россия выиграла. Я, говорю, 10 пивасов, думаю, счет, нахуй. Ну, вот. Нет, не реклама. Ты мальчик или девочка, призналась? Россия, Испания, мое мнение. Ну, полный матч я не смотрел, смотрел обзор. Ну, да, блядь, какое мнение? Ну, как говорил Янович, победителей не судят, ебц. Ну, вот. Насчет дефектов речи нет. Ну, типа, Хокинс это не мешало. Это мешает, допустим, Марку Брагину. А Хокинс не мешал. Девочка. Ты красивая девочка или некрасивая, призналась? То есть, батл рейтера на первом году ходит. Не знаю насчет порядка выхода батлов, потому что у нас такая история. У нас еще три четверть финала, пять батлов Лиг Ван. То есть, восемь батлов. Считайте, если раз в неделю выпускать, то восемь недель. Суть в том, что потом у нас еще будут, а полуфиналы уже через, ну, двадцать девятого, пускай через четыре недели. То есть, у нас может получиться так, что полуфиналы будут выходить уже почти к финалу. Поэтому нам придется какие-то батлы выпускать в среду. Но не все. Короче, буду просто так расписывать и думать. Я не банен на РБЛ за спойлеры счета, типа, такой хуйни. Или, типа, мне понравилось тут-то больше. Я конкретно, когда начинают переводить цитаты из батлов и прочего, хуйню, это неправильно, это портят людям впечатления, это просмотр. Типа, мне всегда было похуй на конкретно, там, на результат батла. Если сливается, ну, мне, правда, все равно. Типа, я не считаю, что от этого страдает сам батл. Но когда батл цитируется, или какие-то темы, вот, они на батле говорили то-то-то-то-то-то-то, это полная хуйня, ну, типа, зачем, блядь, это писать? То есть, я это прочитаю, и мне неинтересно уже будет смотреть, или панчи какие-то цитируют. Вот этого я против. Вот, батл Мовца на этой неделе выйдет АОДЖИМЕМ на следующий Мовецкерамбит. Так что, вот это. Я некоторые вопросы ваши пропускал. Сорян, пока разговариваю, все даже посмотрю. Сойер на пиздец, происходники батлов, да. Как говорил Яночка, Ян, кольщики, ты не хочешь темнеть угли. Рад был съездить на ивент, вряд ли уже когда-либо смогу, поверь мне, сможешь. Даже здесь футбик. Ну, футбик, футбик. Хотя бы кроссовер был версия, я, в принципе, за кроссоверы с адекватными разностями в позиции, либо конфликтами, так скажем. Какой вот эти заебаные чупасы. Ну, да не, они заебаные, мне просто пашка болит. Тебя Даша зовут, если что. Меня Антон зовут, если что. Автобус затащил. Да неважно, блядь, автобус затащил или не автобус. Давайте говорить прямо. Типа, есть такая хуйня, которая называется морально-волевые. И она компенсирует порой недостатки в классе. Вот и все. Ну, что-то, когда Греция, Евро 2004, по-моему, да, выигрывала. Что-то, вот знаете, мне бы на месте греков было бы похуй на вот таких долбоебов, которые выебываются. Типа, блядь, автобус, это еще какая-то пизду разница. Есть хуйня, называется морально-волевые. Я могу пиздиться слабее чувака, там, объективно у него может быть 10 техник, блядь, там, блядь, там, блядь, он там какой-нибудь, хуй, знает, какие-нибудь вертушки умеет делать, но я могу просто там полбоя, блядь, в крови, нахуй, стоять, потом в ебасосину ему раздать и все, блядь, типа, такая хуйня, относитесь к этому так. Мне здесь известно, мне кажется, что это было чересчур нет. Я со стрима, если что. Девочка со стрима, я как-то понятен, а как тебя зовут? С какого, нахуй, стрима вообще? И еще, Антон, когда будем смотреть фильм Баттл, звание еще имеется. Ну, на самом деле, вообще, похуй этот фильм Баттл, я думаю, что я ничего интересного не увижу. Потому что, как сказать, когда ты знаешь по однокодному Баттл Рэба, который не выносят на камеру, смотри, такую хуйню просто неинтересно. Так что, вот так, как хайп по общению охуенный. Я очень хочу, чтобы хайп вернулся. В чем интрига сезона, если к выходу, по финалу, чем, блядь. В чем интрига сезона, если к выходу, по финалу, уже будет известница от финала. Я же и говорю, поэтому мы будем, будем, блядь, заранее выпускать. Хотел бы смотреть два дома. Нет, это с твоего, с моего стрима. Понятно, но... Какой у тебя там никнейм? Такой вопрос, почему не выпустили? Миллион раз отвечал, не буду отвечать уже. Нет, стримах смотрим. Только фильмы, комментов. Еее, тот фаворит на чемпионате мира 2018. Россия, нахуй. Только за Россию. Я сегодня не буду шутить, чуваки. Просто буду отвечать на вопросы ваши. У меня башка болит, но... Так я хочу. Не хочешь делать франшизу Ирбелл? Нет. Только смотрел Бейонса... Бейонса, наверное, еще тут... По-моему, там много за уши притянут. Батл-рэп, это, в принципе, притянутая за уши хуйня, чувак. Не нужно пытаться найти в батл-рэпе неопровержимую истину. Любое философствование в батл-рэпе, это, в принципе, любая философия, это, в принципе, притянутая за уши хуйня, чтобы ты понимал. Покажи мне хоть одного философа, у которого что-то не притянуто за уши. Или где-то, блядь, есть абсолютно истина. Это же полная залуба. Даже силлогически там все сходится. Понимаешь? Все это... Дарья, Дарья Фавловская. Бля, не помню тебя, честно. Ладно. Скинешь потом в личку свои фотки. А? Вот. Короче, бля, это все притягивание за уши пиздец. Возможно ли, долбоеба, школьнику вроде меня попасть наматывал? Если ты долбоеб, то нет. Не хочешь сделать из РБЛ реалити? Нет. Пизду. Очень рада тебя видеть. Тебя ночью, привет, Антон, привет, Кирилл. Шутки, шутки. Ты смотрел, жмотки, всегда. Как тебе? Блядь, я на стриме только их смотрел. Ебану. Один из лучших российских фильмов. Дипа про чисто на Мейн Вайн, чтобы про ПМПН было. Была условная война. Ну, блядь. Это и так. Понятно все. Пора, не пора. Я думал, он сам определится. Микрофон очистительный БПН. Слово практически разобрать было. Ну, так, я не спорю, что на БПН был в Саратове звук. Это наш косяк. Вообще не знаю, как в этой антике переделать баглы под биты. Ну, что-то думать. Это хуйня. Ставрополь запил за Дипа как-то. Поверьте, Дип от этого не потеряет смысл жизни. Вот такая хуйня. Нет, я не говорю. Я считаю, что у Бионда было по Дипа ксенсу. В большей степени. Вот. Притянуто, завышу или не притянуто. Не знаю, что я Дипа гондоном считаю. Наконец-то там об этом сказали. Да нет, Коман. Там были некоторые вещи. Те, которые я посчитал, наверное, уместным. Лига Гнойного должна быть ебанута или серьезно. Я не понимаю Лигу Гнойного по билетам. Но типа вот, блядь, все как бы заебись. Типа мне делают там и делают похуй на эту Лигу Гнойного. Ну, как бы лично мне, потому что я там не буду присутствовать. Но Лига Гнойного. Я помню Лигу Гнойного без билетов. Она была прикольная. Ставфона я не слушал. Как думаешь, чья команда затащит хуй знает. Не знаю, о чем речь. Спасибо за вклад. Серьезно. Спасибо большое. Я очень стараюсь. Привет из Новосибирска. Привет из Микзастрима. И самую душевную батл-площадку, как относишься к Соломосква. Да никак его нет. Как я могу относиться? Райт-раунд, респектургал. Думаю, да. Но вам лучше спасить у него. Че-то вы нихуя не спрашиваете, кто как вы из Лига. Лига разъебал. Короче, как сказать. Я не могу сказать, что кто-то автомат ли разъебал. Что один, что другой. Мне очень понравился первый раунд Лига. И я считаю, достаточно слабый был мой второй раунд. Такая хуйня. Но при этом во втором раунде были три вида панч-лайна. Прям очень крутых. Но вскидку так я точно не помню. Но первый раунд прям очень хороший. Насколько я могу судить. Вот так из впечатлений. По впечатлениям это было и угарно, и с панчами, и какие-то серьезные были вещи. Ну, больше, конечно, юмора было. Такого, блядь. Причем, очень специфического. Ему только свойственного. Это было клево. За спасителя очень рад. В жизни с ним хорошо общались. Да он спит там, собака в той комнате. Люблю его. Роматил с ним выступал. Сначала проверяю информацию. Не знаю, откуда текла в голове. Я не буду, блядь, вам зачитать панч-лайна. Подождите, послушайте. Там были охуенные панчи. Там было несколько участников, которые меня удивили. И по-своему впечатлили, наверное, вот так. Я не буду баттлить на РБЛ, скорее всего, никогда. Если я буду баттлить, то на нейтральной площадке, либо на какой-то соревновательной движухе. Потому что, блядь, баттлить на РБЛ для меня будет неправильно. Ну, типа, я такой, блядь, давай, типа, блядь. Я сначала думал, что это нормальная хуйня, а потом я со временем подумал, что, блядь, да нет, что-то это какая-то очень стремная штука. Дела заедись. Там ТСП, поминайся, что ли, я не помню. Если не секрет, какая-то следующая баттла выходит. АО, против Джемена. Видишь, призрек коммунизма перспективы, позовешь еще. Насчет позовешь еще, я не знаю. У него достаточно дорогая дорога. Теперь, хуй знает. Я не могу заранее думать. Где бы он не взорвал для меня, что-то я вам однозначно прям сейчас ответил. А перспектива. Ну, она есть, но зависит от того, как на ней работа. Перспектива есть у всех. Понимаете? Для меня один из баттлеров был ярким примером того, как, ну, типа, как может человек, человек кардинально, ну, не то, что кардинально, но очень во многом отличаться с выступлением в лучшую сторону. Мирон изменил потом свое мнение. Видишь, как у Пио Си против Руси. Я надеюсь, у меня не будет такого прецедента, как у Пио Си против Руси. Женский русский рэп хуйня, да. Презирок, думаю, можно будет подкрепить, как было, и все нормально сделал. Вопрос не подкрепить. Вопрос, блядь, ну, во многих факторах. Не только в том, что уберешь и подкрепляешь. Ну, типа, это ж баттлер, это ж не просто материал какой-то. Хокинс больше всего удивил. Ну, вот я за него, не говорю, Хокинс, на мой... Ну, именно с точки зрения, вот, прям, удивления, потому что, а то дело, я все-таки понимал его сильные стороны, так скажем, я порадовался, мне понравилось его выступление. И вам там зайдет его первый рамп, скорее всего. А вот от Хокинса, ну, я не то, чтобы не ожидал, я не ожидал клево, что ли, вот, ну, настолько, ну, типа, блядь, я не думал, что он так прогресснет, короче. Я не хочу вас там, ну, типа, блядь, какие-то вам там, это вы лучше баттл, что вы увидите в жизни, в пизду. Мы так прогрессировали, я до сих пор не откажусь от своих слов, что он охуенно сделает бурь, мне дико покайфу его смотреть и переслушивать тот баттл, блядь. Ну, там все, не знаю, потом, блядь, так, подобосрались, типа, ой, блядь, нам там обещали, что-то такое, блядь. А на деле там, ну, там, либо понравилось, кому-то не понравилось. Поэтому дождетесь и посмотрите, ну, мне зашло. Что скажешь о выпадках Оби-Вана на Пиэма? Да, блядь, я вообще не понимаю вот это вот, что-то какие-то у него шутки там про живот, что он за хуйню несет, типа, что это за, блядь, какой-то, не знаю, такой, блядь, юмор какой-то, хуй знает. Но с такими шутками, блядь, он, не знаю, он забытому раунду Пиэма проебет, блядь. Что это вообще за юмор? Что он до него доебал, свои понятия не имею. Я с ним общался один раз в жизни, именно по телефону. А там в жизни так пересекались, но, можно сказать, не общались. Ну, типа, блядь, абсолютно культурный, интеллигентный чувак, хуй знает, без лишних каких-то базаров. У нас есть общий знакомый, с которыми я нормально общаюсь. Ну, вот. Что он там кому хочет доказать, я не понимаю. Просто у Би-Вана есть прикольные моменты в какие-то баттлах, но, в целом, блядь, камон, Би-Ван должен просто понимать, что... Против кого он еще баттлил? Да, блядь, его сайбой далеко не в лучшей форме. Он, типа, смотрелся более адекватно, блядь. Так скажем. Какое потом мнение, худший баттл, блядь, ебать, ты что думаешь, я помню, блядь, дис на миксе, как бы на иного видел. Да, что такое-то у меня хуйни кидали, типа, не стоствовались. Ну, блядь, дис, слава, просто угорает и все. Он, я просто доебался до ПМ, не как до баттлера, а как участника команды Галдей. Спокойной ночи. Да, блядь, я хуй знает. Ну, типа, доебался. Типа, он видит во всех свежих, а в ПМе, блядь. Причем, какая-то фраза была, он для своего уровня делает плохо. То есть, ты сам признаешь его уровень, и говорит, что делает плохо жить за пиздну того. Вот, блядь, блядь. Но, я не понимаю. За Ксимирона побью тебя. Ксимирон, братишка. Причем, блядь, наверное, огромное количество каких-то фэнов, пизданутых, ксимироновских, не знаю, версусских, чуть-чуть знает откуда они. Они серьезно думают, типа, блядь, что если я угораю там, с каких-то публичных вещей, которые происходят на версии, да, и там, и конкретно с Ксимирона, потому что он там явно одна из ключевых фигур сейчас. Или, блядь, критикую какие-то там, батловые взгляды, которые, блядь, он также может критиковать мои. Вы думаете, что я хуево к нему отношусь, как к чуваку? Я с Мироном, сколько вот мы, ну, знакомым, получается, с Нового года, там, да, он мне ни разу хуйни не сделал. И я к нему отношусь. Я считаю, насколько я его знаю, да, если можно так сказать, блядь, ровным чуваком, я лично с ним, он мне никогда говна не делал. Типа, я считаю, что в некоторых моментах он даже ведет себя как бы порядочнее, чем мог бы, учитывая его там уровень популярности, уровень доебок до него, блядь, потому что до него дохуя доебаются, откровенно, дохуя, и типа, чувак бы мог просто уже нахуй там всех посылать, по сути. Ну вот, поэтому, блядь, как бы, шутки шутками, подъебки подъебками, критика критикой, но чисто как с чуваком, я с ним ровно общаюсь. И типа, блядь, пока мое мнение о нем не поменялось, надеюсь, никогда не поменяется. Ну вот и все, блядь, не надо думать, что я там, знаете, типа такой вкрысовый пидараш, да, камон, если бы он так думал, он давно уже перестал там со мной, общаться, да, блядь, я к нему ровно отношусь, блядь, и как бы, если он когда обратится ко мне, ну, то есть, это для меня такой человек, который, если он обратится ко мне за помощью или за советом, я ему помогу, такая охотня, и тем, и другим, вот и все, у меня к нему, блядь, ну, позитивное отношение, как бы, как к человеку, я всегда могу с ним, там, не знаю, блядь, встретиться, пообщаться, там, побухать, блядь, не знаю, поговорить вообще о жизни, блядь, в пизду, и все, и типа, не надо думать, что я такой сижу, блядь, мне его там, лишь бы, захейтить, да, камон, куда нахуй, да, блядь, он прикольный, чисто, вот, персонаж в этой движухе, да, естественно, мне интересно про него, там, блядь, обсуждать, шутить, его какие-то решения, пускай даже пизданутые, порой, какие-то, наши, может, тоже было бы смешно, весело, блядь, просто такого не существует, кроме меня, и все, такая хуйня, поэтому это надо вдуплять своей башкой, блядь, что, я как Семирону пиздата отношусь, если уж там, посерьезки, по всей базаре, блядь, это его пёздом, вот эти, блядь, фанатками, я имею в виду, по голову, блядь, которые нихуя не вдупляют, блядь, которые свои, они вот, ну, как бы, блядь, я ни разу не видел, ни разу в жизни, не видел красивую феминистку, ни разу, блядь, в жизни, я не видел красивую феминистку, и ни разу в жизни, я не видел, вот, как сказать, отбитую фанатку, которая пытается умничать, красивую, ни разу, блядь, вот именно не хуйню несёт, а умничать пытается, и ни разу не видел, пизда, ты как серьёзно, какая хуйня, как ночь, потому что падал тусовкой, это я сейчас листаю, после проведения начала его забирать кого забирать а засирать но это было очевидно эти девочки хорошо оставить их вот на починку да похуй как он такой пиздатор не угадал наверх привет олежек только сейчас увидел всех есть фанатов да я не говорю что только оксимирона и разумеется они не у меня есть пизданутые фанаты как волки пожевать не знаю не живу с ним если бы ты знал сколько смотрит тебя из юсей да ну нахуй сколько вот честно скажи сколько блять мне рили интересно словах вену жизнь валя отсюда ну блять я думаю что ни один не ты не он не знает славу жизни что тут базарит видя класят думали к вам нет по-моему видел бой дуни димас что-то смотрел блять ну что-то это такое ну димас то видно что занимается одну не очень не понял нахуй бы этого все вписывался бы какие-то такие приколы блять стороны не знает какой-то знаете уважаю спортсменов ну как бы как уважаем есть друзья спортсмены там знакомые да блять который занимает спортом и блять и не так у них типа но это мне напомнило знаете как вот в доме два блять у них чуть-чуть давай выйдем на перчатках решим вопрос это еще за хуйня не понимаю дэнс еще дуится теперь общались недавно я с ним не общался уже несколько лет понять не имеет как он там относится рбл все же поймёшь да думайте как хотите хуй знает я делаю капельный батл который люблю больше всего и разбавляю батл и подбит но моя любовь навсегда капельный батл антон ночь мало зрителей может каких-то будущих парах скажешь блять хотел съебаться короче недавно вообще у меня был какой-то такой момент сгорели за то что забавил толстуха вообще похуй пожары блять они не понимают что мне на них поебать это они блять типа меня смотрят меня там фейтят или блять не знаю там фаловят нахуй называется беда них очень плохой либо кто они нахуй человек это сказать я хотел сказать то блять а блять хотелось поехать короче до гамыз блять что-то у меня короче я такой сидел блять все заебало и вообще я пишу коломойскому говорю проведете легван без меня вообще охуел там чуть в уморот не упал я сижу уже короче смотрю путевку так ну не путевку там в догомыш короче блять чтобы съебаться все посмотрел там по бабкам чё к чё к чё там к чему блять и смотрю нахуй а я не летаю на самолетах смотрю поезд сутки ехать думать да ёбаный короче чуть не съебался блять подсказать книгу типа буковский да ватова блять прям типа хуй я тебе так подскажу сразу не знаю блять сейчас не могу почему-то сообразить потому что я последнее время вообще не из той серии читаю блять буковский да ватова блять вот смотрю просто от нижней полки не могу сообразить типа буковского еду блять хуйная чувак сейчас не могу сообразить именно из их поставь битверка хуйня плацут и блять я шучу лёха не сможет победить сеймара если он знает у него какие-то суперфакты он же самого вызвал ну вообще конечно всем понятно что почему фиделя не выходит не знаешь да похуй на них гуманитарий этих навеки не ебул вообще что это значит никого не ебал типа бля экономическое образование или юридическое или чтобы 29-го числа полуфинала парт на пф не спойлер ниша не господи блять забейте хуйня это старая течева будут объяснять каких-то науны и махебучих тоха макгрегор и хабиб а им чё бой назначили кстати я блять не в курсе я чё-то проёбаюсь так последнее время все хуйню причем ни один из вас не спросил что такое догомыс как будто вы знаете блять если вы не загуглите вы не ебёте шить такой нахуй все похуй ни хуя я могу посмотреть кто у меня зрители пока вижу только сойера больше не ебать у вас пустых страниц типа блять вы создаёте страницу в инсте чтобы следить за какими-то типа любить которые вам интересно и топ-флоу казахстан меня смотрит дагомыс вроде город так как бы уже дмитрий себя проявил лично потом впечатлениям я пипе вообще не могу оценивать потому что это наш проем там был отвратительный звук у меня с лёхой не дружеские отношения у меня с нейтральные отношения мы когда видимся можем пообщаться поугорать типа вот такого стрим пьем сэр да надо посмотреть дагомыс вроде город деревня вроде я был дагомысе это сочи молодец наконец-то блять наконец-то там еще хотят сервисы на бою строить там горе и море призраком низу проиграл за то что слабое тлах или выпуск топа блять у или вока был охуительный текст но я ебал его просто память блять тупую я вам так конечно порежем на видео это комфортно смотрелось типа там до пизды ну там типа не так что есть баттлы типа где как у дипа с бейонами если не ошибаюсь там ничего не резали типа блять ну что была полная картинка это там может с этим порезал гипе не знаю не помню уже либо есть некоторые батлы которые мы не трогаем специально вообще вот там забывали не забывали чтобы как бы была у вас общая картина есть там нужно действительно выявить победителя где вот ну и так очевидно при этом ну типа достаточно очевидно чтобы зритель было комфортнее смотреть естественно срезаем паузу такая хуйня вот сверху звук был хороший в чем проблема нет он не был хороший чем это с какого города рода ханы не знаю блять с догомысла наху ждем стрим с хайдом я тоже где можно узнать про конфликт с данным у меня нет конфликта с данным отъебитесь уже три года прошло представляете как за три года имени и денису похуй очень понимаете типа я уже могу сейчас не знаю условно любить или хейтить его баттлы блять он мне как чувак уже глубоко до пизды типа блять вы что думаете сижу горю там с ним не не нет постпродакшен вывезет понятно я имею ввиду что в живую это было не очень комфортно но для меня еще было не очень комфортно потому что я блять постоянно там тише громче заебался короче спасибо приезжаю еще лёха светит на стримах только положительно отзывается ты так ну понятно что я как бы типа я угораю там не смотрите ничего стримы кроме моих понятно вы можете смотреть любые стримы но как бы но я действительно считаю всех остальных стримеров скучными на мой взгляд как зрителя я не могу блять смотреть другие эфиры вообще не понимаю как это можно смотреть него при этом я не говорю что блять все там пидорасы и д'артанян ну типа команда как к люди но они ничего мне негативно опять таки не сделали это кстати ты думаешь с деньгами нет проблем деньги уже наху закончили блять собираешься идти в музыку да блять завтра причем у меня бывает дикое желание записать какую-нибудь песню но все это заканчивается причем думаю щас блять возьму бит и все это конечно на стадии того что я хочу съебаться в договоре блять все самолете даже летал там у меня все милые дела что не полетел потому что я блять езжу поездами нах в этом сутки ехать я психану блять лёхи песни забей частенько на стримах так что не пиздить какие песни забей вообще ничего не помню а у лёхи печет забей частенько на стримах так что не пиздить ну что поделать но не собирал лёха еще вот такие донаты ну блять надо смириться с призраком он жил у меня естественно с ним общался гнами подъёгывайте периодически от его это любовь я кстати не помню когда гнами меня последний раз подъёгывал да я думаю блять не знаю если слава воды хватит подняли вроде как закрыли такая хуйня типа я смотрю на него только на батл рэпера сейчас остальному меня не особо интересует а так как он сейчас не батл рэпер то как таковой блять у меня вообще мало как бы волнует вот загугли почему на самолетах не летаешь просто блять я не все время когда и думаешь что я полечу на самолете у меня сразу ощущение что он пизданется его от ебал не спасите всколе это в той комнате хохлы спят наверное да похуй на гнойного миром все же чсв как сказать я считаю что с его уровнем популярности он мог бы быть еще большим чсв во-первых ну это может я так со стороны вижу ну типа мне кажется что он бы мог быть гораздо больше чсв а конкретно со мной он вообще нахуй ни разу не чсв может у него конечно проскакивает но я как бы могу не знаю вот он толкнуть блять типой мы угораем ну какая-то такая хуйня у нас нет ну время в таком типа старый блять и чё охуел и все поэтому нормально он чувак вот не забанил уже на автомате а чё-ка будет на следующей встрече лиги не знаю руслана что-то странное с ним хуй его я не понимаю у него не 50-ка дорога вышла 40 где-то вот так совсем все на все про все где-то так что думаешь по поводу истории войки ты же сто процентов человек выехал тем не менее ты еще и общался с ним до чего думает то все там не так просто кого не описывал так скажем просто он-то видел это все с одной стороны какие-то люди видели это с другой стороны не все там было так однозначно и такое ощущение что ли какая-то легкая обида вообще во всем этом проскакивает хоть по факту им повезло что он не сдох но типа это очевидно но мне кажется что почему-то блять обижен на людей которые не знаю ну типа блять там была такая ситуация что либо ему нужно было помогать путем жесткой терапии так скажем врачебной вот либо ну блять то вообще было непонятно сейчас под машину пойдет реку и зарежет такая хуйня он же эту хуйню не вдупляет блять как он себя там вел чем-то говорил и так далее а потом там уже какие-то пошли личные моменты которые не будут там в эфире говорить там тоже все не однозначно вот его там семейную жизнь естественно не буду ну и какие-то какое-то мнение могу дать себя не знаю как бы блять чужие отношения дерьмо спасибо скоро будут эфиры завтра на реле послезавтра следующий батл воскресенье у мирона лучше в батл получаете или в треке вообще если твой любимый трек у мирона да я ему кстати говорил на кухню здесь что я вообще не слушал до хуища его треков и не слушал больше половины сто процентов ну как бы блять я служу крайне немного из его творчества но у него есть одна песня но я считаю там очень сильно решает минус потому что под любой другой минус это вообще не то вот вот именно я считаю композиции на мой взгляд не по на мне очень нравится в какие-то моменты когда я там ночью по городу и когда я загружен к металличными моментами вот у него переплетено сильный вот он как-то блять ну вместо местами там хорошо примочь вот и как композицию считаю действительно сильный такая композиция которую можно и через 10 лет включать насилия почему к назвался через клубы да во сколько лет начал увлекаться литературой в помощь детства читал как те реинкарнация беги против свой ра я живую тукс они мы вчера в колено пол смотрели и проводу которых на рассыпе их мастерон допьем своих нет смотрел россии испании нет хорошо что вы это когда батл сектор ведь еще не знаю не я про переплетено скажу не но я слышу в виде треки там свечного ожидающих что-то я вам говорю конкретно свое мнение типа блять у него есть еще неплохие какие-то композиции но конкретно вот это как бы я считаю прям такой темой которая как сказать вот даже на 10 лет так скажем пригласил бы хай досадить и почему нет у тебя же понимаешь что далеко давайте мы не будем сейчас спорить о творчестве оксимирона меня особо интересно почему-то выбрать вы как-то очень мало спрашивать обрабатывать причем спросите какую-то хуйню там пригласил бы судить хайда блять пригласил бы судить сваду блять и миллиард раз же отвечал на эти вопросы включение что нихуя не происходит вы как-то остановились нет и не не слушают группу знаешь ли какого-то прошаренного типа по 90 примером внизу какой баттон не знаю еще блять порядок и только их отснял уже хотите чем порядок не раскол панчи тут блять ну чего охуели что райте обосрался ну я не могу сказать что вопрос обосрался было ощущение что он побыл немножко погода в питере охуенная как относишься к творчеству коржа моталек пизда там такое чем под чем можно пухать я булгакова все вычиталось я не ошибаюсь ты стал интереснее как человек они как обзорчик батл так нет ну блять он был новый появились батл вы вы не спросили за большую половину ребят как они побатрали типа как они какой сбитым батл сноргал тебе больше понравился сложно сказать вот именно если взять какой-то раунд вот блять это второй диктатор и против ники вот как отдельный раунд и уислы были прикольные раунды на мой взгляд носил прямо типа что такое насколько я помню краснодаре новый сезон вопрос нахуя я вообще не вижу сейчас большого смысла в локальных лигах потому что сейчас есть несколько проектов но капельных сейчас два плюс есть батл под биты да еще два проекта получается 3 до 3 и сейчас все настолько географически становится просто батл рэп появляются какие-то деньги до многим ребятам нет смысла батлить как в каком-нибудь условном бьюнду нет смысла батлить самаре он может быть на рб у него пиздата уровень типа если просто хуйней пострадать окей то можно хоть блять лиги открывать какие-то такие а так для чего это ну что это за сезон в краснодаре я и бог кто там еще батлить будет либо приезжие и нахуя это блять я не понимаю нахуя это про это слово там не знаю туда блять начнут ездить люди из какой-то там блять саратова не понимаю от хокинса ты удивишься чувак многие причем беремпись у богатства не у людей работа чувака чем-то несешь игровые эфиры я уже прошел год форда но я просто не успевает обычный блять не успеваю хуйот атмосферный ивенте рбл самая трушная площадка там именно люди спасибо спасибо мы стараемся действительно чтобы мы очень многие моменты на мероприятие ну как бы мы позволяем людям то есть вести себя раскованно так скажем но с уважением так это сейчас чуваки я листаю ваши комменты я просто на некоторые будет отвечать долго забыла в моей жизни такой же агрессивный нет почему ты считаешь кейсити локальные лиги потому что я не верю в краснодаре сейчас в какой-то сезон абсолютно я считаю что локальные опять таки вот эти какие-то но это же не полноценно я считаю лигой полноценно то что у чего есть центр локальный как у нас как у версуса как у слова был краснодар когда-то но сейчас естественно он таким таком не является и я не думаю что это все вернется ну вот так коля как сделал более хороший первый раунд второй долбоёб солил завтра стрим подробнее или завтра и послезавтра надеюсь жаба аркадина будет на лиге один думаю да надо ему кстати блять ответить я проебался жаба если ты это смотришь я обязательно тебе отвечу я просто не успеваю человек был прошедших на 140 лет мне правда не интересно ну блять я же говорю я душой за капельной батху как как вы блять не ебите мне голову батху я конечно делаю их я конечно разбавляю конечно есть там интересное противостояние интересные моменты но на 90 процентов я считаю что батху акапельной лучше в 90 процентов случаев если сравнивать средняя капельная средняя то это хорошая хорошая но понятно как относится к парному батлу наверно так может быть ну почему бы и нет нет разные прецеденты могут быть батху 2 на 2 но естественно не какое-то стихийно поваленное бедствие ох очень не нравится нынешний барбер старый старый к сожалению невозможно его уже нет но мы естественно думаем коснорт лучше всего и на 4 сезоне я кстати вот посмотрел только финал коснорта мне вообще не так футбол заебали они болельщики нахуй я чуть не умер там ходил они орут нахуй как он его сделал заебись как думаешь жил проебал финал я не смотрел нет подбиты есть хорошие моменты но их очень мало при этом это типа хайповая тема вся хуйня ну блять если бы хотел хайповая тема я бы не знаю снимал уже наверно блоги они блять какую-то там ходить день стримовскую и свой классный парень мне сложно сказать не знаю даже я считаю что его некоторые моменты как он строит свою карьеру весьма весьма неоднозначно так скажем бог ему судья как говорится антон если батл логила сектора было один-один ты бы отдал победу обоим думаю да скорее всего да типа причем я не могу сказать что что они сделали что-то невероятное вот типа у них просто другом формате был батл чтобы понимали у них был не керамбитмовец вот керамбитмовец охуеть ну именно с точки зрения такого блять противостояния мне очень понравилось прямо именно в живу я не смотрел еще видосы в живую это будет прям клевом максимально были сосредоточены на каждом слове каждого чувака ну да да но опять таки не могу сказать мне понравилось изначально когда как ну типа я не могу из этого смотреть сезоны блять вот такую хуйню понимаете я не я не вижу там деконструкцию такой на разок знаете блять вот как есть вроде такое блять ну ебабельная жопка ну разочек ее поебалом ты не будешь с ней там блять начинать ночевать оставаться понимаете какого бы твоего западного позвала на площадке блять не знаю уна лаваза я бы позвал соломона бы позвал ну подстой понятно там такой я блять я кстати хотел сейчас что-то посмотреть короче старые западные батлы еще вчера хотел вот я этим сейчас не будешь блять перед сном кстати Ислас с Лодосом вернули деньги каких-то их поставил в пару на отборе Ислава мне до десятого обещал вернуть вот Лодос мне ничего не должен он приехал ностальгируешь по слову юга тем времен когда слово еще считалось второй площадкой нет потому что уже прошло то время и это был определенно исторический отрезок сейчас я уже делаю движ свой какой-то и у меня нет время сидеть и ностальгировать будет хоть что-нибудь уже невозможно ну это крайне проблематично крайне не знаю конечно жизнь дальше покажет ну а бы включали как-то смотрели по стежке миксе ну все не знаю блять почему они говорят что это запад я не понимаю ну типа хуй знает у нас в принципе тут же вопрос в том что запад это не только вот типа вот все хорошее на западе вот там есть и плохое понимаете есть то что что не нужно копировать что у нас не приживется такая хуйня звал кого-нибудь из русских рэперов Соклы или Станер был тоже капюшон тип синяя я вообще их не вижу в баттлах да и тип стипа не вижу в баттлах хотя он баттлил да помните в кого-то парабли и капюшон и не вижу в баттлах и локдог блять который блять какой локдог пиздаты вот просто блять локдог когда вы думаете блять что я вот хочу весь русский рэп не знаю блять просто поймите что локдог нахуй просто блять он такой охуенный у него есть такие композиции ебать которые я могу просто слушать узнать я включаю вот трек какой-нибудь не знаю не до абстракции какой-нибудь к примеру блять или какой-нибудь там ну свек в меньшей степени ну слю непонятно да там вот не до абстракции вот такие вот треки какие-то я включаю я просто могу вот знаете там я даже могу глаза не закрывать и мне просто вся жизнь вот так вот он такой пиздатый просто локдог блять пока есть такие рэперы как локдог мне не стыдно за русский рэп правда он один из лучших и я далеко не все его слушаю но то что у него есть такое что типа блять спасибо ему за эти песни короче такая хуйня вот я с ним очень хотел познакомиться и вообще крайне крутой чувак как мне так кажется по крайней мере мне там кто-то говорил что того там наркота всех не знаю блять ебалых карточек мне кажется он охуенный но так после войны не хотелось даже правильное не надо по твоему мнению возможно ли слово вернуть звание топ-лиги что для этого не нужно конечно нет я не думаю слово у меня свой проект мне уже глубоко похуй на слово поймите правильную и пока вы будете думать о том вернет ли слово было величие вы не двинетесь дальше пока вы будете воспринимать но слово из побы вот они не позиционируются уже года два капельной площадкой ну нахуй вы притягиваете я не спорю что у них есть талантливые вернее были талантливые капельный battle mc сейчас они просто в капель не задействованы большинство блять хуй знает как можно судить об их уровне сейчас понимаете я типа не пытаюсь их засрать просто объясняю что я и мне интересно просто когда придет время когда их перестанут считать капельной батлой площадка сегодня уже года два ну там они делают раз в полгода в год до что-то минимально но кроссовер вот был год назад получается уже практически и потом еще что-то один раз было и все такая ходят так на русский это привет может так завтра экзамен по фарме пожелаю удачи удачи моя удача бывает помогает когда на искренне до делать дело издаты треки валентина дядьки изгодные треки но вдруг очень сильно нравится трек сверните улицу да блять лук дуга дохуя просто пиздат но есть те которые блять я не знаю мне просто хочется нахуй как сказать я вспоминаю всю свою вот жизнь и пиздец особенно какие-то трудные моменты и блять мне просто хочется нахуй не знаю застрелиться в этот момент типа и те у хаски вообще не слушает честно и вообще я слушал и тело типа я улыбнулась вам там что-то как пеннивайс там как последний раз мне вообще не заходит такой пенни но кстати был такой вариант он и остается просто там блять у них непонятно чё за батлами на версию поэтому дипа лигной ну понятно что скажу дип очевидно же лучше батлами все в россии я считаю что это я потому что я сделал такой прецедент которого не было в мире означал лучше такая охотня будет ли сеймор или похоронил на рэб или сеймор я думаю что да в хороших отношениях похоронил разумеется нет кстати почему-то все думают что я блять не типа ненавижу честера и не ненавижу честера так же как я ненавижу летаю просто блять есть ну вот но он пляшивый нахуй я про честера понимаете но я не могу смириться с его уродством это же не значит что я его ненавижу как человек или хейт блять да он прекрасный парень может он урод такая охотня но это не значит что я его хейтю блять он мне кажется причем он не понимает что я его не хейтю нахуй серьезно такую хуйню хейтить честера блять да нет вон они там спят блять педрилы две блять мои любимые саграду я слушал очень давно у него был такой альбом у них сокровища бродяг назывался хороший был там были и другие хорошие композиции я все время всю соль земли слушал потом уже как-то перестал вот ну как-то в в какой-то момент немножко поднадоело мне это ты летая не знаешь как человек какой-то зря ты говоришь я чего не сплю да хуй его вот знаешь мы с черчесовым братишки кто-то первый после бога там хуй знает это уже не важно что думаешь о будущем плене детька вообще базу тебе не полезет полезет просто любым блять любой маломальский его разъебет ну типа тут же вопрос там можно ебать не переебать за батлю кого не забываю братский да ладно зачем я добрый это реки касты или сольники в воде слушаешь нет раньше конечно каста было что такое то в виде тачку максу садили наш живот юля не ори дай платок закрой рот братское сердце не двигайся держись ты не можешь сдохнуть здесь ты должен жить машина слишком долго нет почему пришли мы позже и прижимая ткань порванной кровью кожи там что-то кровь прошла пошла изо рта он прополз пол двора по-любому он не он не дотянул бы до утра макс не закрывай глаза наши пацаны видишь будет заебись слышишь как рифмовали помнишь ты же обещал юльке крым сентябре я видел его взгляд сотни раз на сейчас его глаза смотрели что там глубже моих глаз он там промотал что-то но я расслышал только клянусь и секунд через пятнадцать оборвался его пульс нихуя я помню ловите тачку максу прикиньте нахать как тебя кожи обоима в баттлах такое если вообще никогда не слушал кожи обоима джебе подарок то будем покупать ну да почему нет то бля джонни бой я вообще не вижу смысла в камбэке джонни бой я вообще не понимаю зачем кроме того что как знаете как на зоопарке перейдите посмотреть на него еще не понимаю зачем это надо какой лучший баттл с первого феста крым баттлах ты что думаешь я помню что ли а ну гдойного выступления против нанград наверное было очень круто кто сам перспективный баттлер по мнению твое мнение хоггинс нахуй как легко привет привет ебта вот эта память на старый текст а да я пиздец как блядь все помню у меня очень много игр я играю нахуй а что блядь кто такой папич объясните мне я не понимаю мне постоянно пишут я не ебыл кто это вообще блядь почему мне постоянно пишут эту фамилию и имели что это такое я у каста помню блядь много чего а мы с этим с янычем пели блядь мою игру нахуй в стрепухе блядь я помню я тоже тоже помню причем гуфовский куплет мне очень там нравится он типа у баста понятно там все круто все дела но у гуфа он какой-то такой блядь какой-то он такой странно крутой в архиве 15 психиатрической больнице его история болезни 183 страницы раз в два года в руках про инструкции заезжает сюда с навязчивая идея хип-хоп революции все начиналось блядь как пиздац папич это у тебя а ну смотри я не знаю та 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 как театра герману патрику смотрим он по моему тоже сильный роботок я никогда не слушал с макимок рубится в мясок блядь сольный вообще ничего не помню папича руси стриме на тече он молодец что застали думаешь англичане или колумбия мне причем кажется что если пройдет колумбия и мы потом пройдем хорватов а колумбийцы шведов или швейцарцев нам сложнее будет чем с англией вот не знаю почему мне кажется англию мы можем блядь затащить если мы вообще хорватов затащим вообще вы понимаете что блядь есть дохуя раскладов что рашка может выйти в финал а там блядь знаете как уже фартанет такая хуйня ну типа блядь хорватов можно обыгрывать несмотря на то что они пиздато играют но согласитесь блядь это не что-то невероятное блядь короче смотрел бельги да со второго тайма смотрели а кстати что с гадюкой пиздец то приги не в курсе да не мне похуй из-за рубежных хип хопа новая школа слушать вообще не слушаю только старое что-то новое ничего практически я блядь для меня и вы чтобы понимали я не слышал ни одной песни тентенсион этого ни одной типа ну вот так блядь чуваки кто-то на последнюю встречу РБО понравился спаситель сектор мне не могу сказать что типа блядь для меня чем-то взорвал но как бы сектор это сектор Огил Хакинс первый раунд у Коли тексту или Лука наверное вот так Мудрич и Ракитич ну Мудрич и Ракитич это играемые игроки понимаете это не что-то ну Мудрич понятно что Силен Ракитич это вполне играемый игрок такая хуйня ну типа условно Испании ну конечно там Кокик кусок говна индиэста старый и там Бускетс у них да центр поля блядь если не ошибаюсь а не ну там Иска еще ближе к Вангу по-моему я имею ввиду что ну это играемые ребята вполне не жалко альбом карате не ну это я знаю естественно альбом карате ну спокойная ночь в целом ивент оправдал твои ожидания ну как бы закончили мы заебись типа начали так сядь что-то побарахлили а закончили пиздатенько вот так что да все все как бы норм Испания посыпалась хорватцы своим лучшим преседом могут полумать наш простой футбол могут могут конечно могут но я думаю что при такой игре ну понимаете как если мы сыграем с хорватами как играли с условным Египтом блять нам есть на что надеяться если наш центр поля отпашет а там есть кому пахать там есть Головин там есть как Зобнин блять там есть Ткузяев в обороне простите у нас есть Игнашевич на флангах простите у нас есть Фернандес и Юрка Жирков так что пахать там есть кому и я не вижу ну как бы Мадрич понятно он классом наверное повыше но я не вижу как бы там игроков и какой сейчас Дзюба я не вижу там кардинальной прям настолько разницы не то что в классе а вот именно в как сказать ну мы можем побороться понимаете через 20 секунд трансляция закончится ребят все да видимо мы с вами прощаемся 10 секунд друзья спасибо вам большое за эфир с вами было Тонцебе давайте спать пиздуть вот 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 хэпп